Давно на этом канале не выходило какое-нибудь видео, посвящённое Star Citizen. Да, отпуск подходит к концу, и разработчики тоже вышли из месячной спячки и показали некоторые детали ведущейся разработки, отдельных элементов. Сегодня затронем вышедший инсайт, дадим первую оценку обновления 3.17.2, а также оставим отзыв первому крупномасштабному пехотному ивенту. Сегодня хватит и одной кружки чая, поэтому заваривайте скорее и давайте же приступать. Здрасте, господа. Итак, прежде чем перейти к самому главному, давайте остановимся на двух деталях. Первое – это окружение. Оно в проекте носит огромную важность. Разработчики продолжают создавать необходимые элементы. На этот раз нам вновь показали, как будут выглядеть различные виды рек на планетах Стентона. Однако, прежде чем начать, давайте вспомним, что первый тест размещения реки был совсем недавно. Разработчики тестировали производительность, а позже в своих видео они подчеркивали, что могут создать реку в пару кликов. И некоторая часть аудитории, которая негативно восприняла появление всего одной реки, справедливо возмутилась столь скудным нововведением. Однако, все это время один программер корпел над инструментом автоматического размещения рек на планетах. Не одной-двух, а столько, сколько бы хотел витя-дизайнер. Итак, одна из новых итераций этого инструмента – создание плюс-минус понятного даже ежу интерфейса. Например, здесь можно как создавать реку вручную, автоматически получить весь список рек и возможность их редактировать. Все то время, чем занимался этот юный бородатый мальчик, это добавлял инструмент прогнозирования расположения рек. То есть, система показывает, в каком направлении и каким образом будет образовываться поток или русло, если вы захотите разместить его на горе или иной возвышенности. Кроме же направления, мы можем видеть и потенциальную длину реки. Но и вправду нам показали тот самый инструмент, который в пару кликов делает на планете реку и необходимую растительность вокруг. Однако, такой подход не совсем приемлем, так как разработчики стремятся к сложной и правильной системе с бассейнами и сетями рек по всей планете. И тут включается тот самый автоматический инструмент, над которым велась работа с силами всего одного человека. Он состоит из нескольких этапов. Первый – это сбор и поиск позиции. Она включает в себя и тот самый инструмент предсказания русла реки. Второй – это выбор количества рек и протяженности в микрошагах и не только. Кроме этого, инструмент позволяет дизайнерам выбирать биомы, через которые реки могут протекать, а могут и не протекать. Кликнув инструмент, при помощи красных точек покажет потенциальные места возникновения этих рек, соответствующие критериям. Далее идет процесс фильтрации, например, чтобы река не протекала через какой-нибудь аванпост. Далее окружение формируется и при помощи фильтра можно отправиться к каждой созданной новой реке на планете. Ну а дальше дизайнер на основе нужных ему критериев фиксирует их на планете или же удаляет, если они ему не по душе. Далее совсем коротко поговорим о еще одном наземном транспорте, предназначенном для работы по кораблям. Речь о Центурионе. Создано подобие некой шилки для того, чтобы, к примеру, работать в паре с ракетной ПВО, прикрывая ее на близкой дистанции. Когда ракета, увы, не может взять цель в лог. Центурион создан на той же самой платформе Атлас, что и его собратья Баллиста и Спартан. По сути, на платформу просто надели турель от Хаммерхеда и дали ей соответствующие компоненты, способные дать работать системе. Но, если кто-то не знает, в вашем распоряжении будет одна зенитная турель с четырьмя стволами четвертого размера, а также дополнительная турель, оснащенная двумя орудиями третьего размера. Экипаж состоит из двух человек, а скорость оценивается лишь в 35 метров в секунду. Броня у Центуриона средняя, так что стоит ожидать, что от одного попадания ракеты второго или третьего размера машинка лопнет, если вам не удастся сбить ее любыми средствами. Стоимость аппарата неимоверно огромная — 114 долларов с НДС. Из других особенностей, Центурион имеет больше массу и объем излучения, чем Баллиста, а значит светится на более высоком расстоянии, а орудия можно заменить. Хорошая вещь, если вам в паре необходимо закрыть какую-нибудь точку интереса, поставив в охрану Баллисту и Центурион. Как вы считаете? Пишите в комментариях. Ну а мы поговорим совсем кратко про стартовавший ивент Асада Орисона и чуть столько же про саму Альфу 3.17.2. Начнем с конца. Да, как мы и предполагали на первом стриме по выходу патча, все проблемы еще только впереди. Как только на сервера пришла реальная нагрузка, у разработчиков стали возникать проблемы. Мы сначала баговали с лифты из-за высокого количества запросов игроков на сервере, а затем и такая хорошая система синхронизации, которую мы встретили на первом стриме, канула в лету. Да, всему причина именно нагрузка на сервер, увы. Поэтому не стоит ожидать магии до появления патча 3.19 и сервер Мешинга. Но мы уже наглядно могли увидеть на полных серверах, что арсинхроны вполне могут быть удалены, если будет умеренная загрузка обработки данных. Другое. Разработчики наконец решили снова увеличение количества игроков на сервере в два раза до 100 человек. Это правда приятно. Наконец-то будет хоть как-то теснее в столь большой системе стентон, не говоря уже о новых, которые готовятся с релизом Альфа 4.0. Однако разработчики уточнили, что во время ивентов число игроков на сервере будет сокращено до 75, что понятно, ведь необходимо еще, чтобы ивент работали нормально и не глючили. И кстати про ивенты. Стартовала осада Орисона, которая сопровождалась столь эпичным трейлером, но на самом деле показалась себя не совсем с той стороны, которую бы хотелось. Во-первых, за дизайн локации нужно похвалить разработчиков, ибо некоторые элементы, например, финальная локация выполнена, я считаю, очень удачно. А вот того самого экшена, к сожалению, мы так и не получили. Причина тому, все та же низкая производительность серверов. Отсюда растут многие тех проблем, что ботов можно убить в рукопашку или ломая шеи. Можно заметить, как телепортируются не только сами игроки, но и боты, наваливая вам в спину свинцом. Даже рарный лут, который так рекламировали цикк, оказался не совсем ценным. Я бы даже сказал, это просто мусор, увы. Ну и мрачает это все то, что стартуя и беря миссию, ты фактически находишься в зависимости от состояния людей, которые взяли ее раньше тебя. Успеешь ли ты насладиться ивента, пока кто-то за тебя не выполнит миссию, или переходить на другой сервер, к сожалению, это тоже является большой проблемой лично, на мой взгляд. Четырехчасовой стрим, мне кажется, это отлично показал. Ну и сильно сказывается FPS. У меня он был в районе 40-50, иногда просаживался до 25-35. Однако на менее производительных машинах, я уверен, он будет еще ниже, что доставит определенный уровень дискомфорта. Так что в целом можно поставить 6,5 баллов из 10 этому событию, и все-таки ожидать, что его можно будет запустить в патче 3.19. Расписание ивентов лежит у нас в телеграм-канале, так что заходите туда по ссылке в описании. В целом не стоит ожидать заоблачных изменений в минорном патче. Я могу лишь отметить два главных нововведения. Это увеличение количества игроков и работа над диссинхами. Эта работа была проделана не зря, стартовый стрим это наглядно показал. Дальше опять цыгам предстоит работа, работа еще раз работа. Особенно по резервации слотов для захода в патч. Кстати, не обошлось и без курьезов, связанных с вайпом. Каким-то чудесным образом цыг вместо обнуления всех раздали игрокам десятки миллионов кредитов. Кто-то успел им воспользоваться и напокупал корабли, а кто-то уже спустя сутки лишился их, получив лишь дополнительно пару десятков тысяч кредитов. Что ж, мое мнение, нужно было просто вайпать всех под ноль и не тупить с каким-то коэффициентом за игру в предыдущем патче. Хотя, по последней информации, разработчики глубоко извиняются за проблемы и уже на следующей неделе, или проще говоря, в августе, накинут всем за ваши проблемы по миллиону кредитов. Вот такие вот новости. Больше информации смотрите в нашем телеграмме, ссылка под видео. Подписывайся на канал, если нашел для себя что-то полезное. Ставь пальцы вверх и оставляй свои мысли в комментариях. До скорого!